Привет, друзья! Сегодня я прочитаю вам интересную сказку, которая называется «Немая принцесса». Давайте скорее начинать! Жил-был царь, и было у него три сына, три добрых молодца. И решил царь женить сыновей, вывел их в чистое поле и сказал, «Пусть каждый из вас пустит стрелу из лука туда, куда сердце подскажет. Где упадет стрела, там и найдет он себе жену». Сыновья удивились. «Так ли мы? Поняли тебя, батюшка!» «Так», — ответил царь. Тогда старший сын взял свой лук и пустил стрелу направо. И упала стрела в сад, где гуляла дочь богатого торгового гостя-купца. Взял свой лук средний сын и пустил стрелу налево. И упала стрела под окном у дочери прославленного генерала. Ну а младший сын, Данила, был лучшим стрелком во всем царстве. И стрела его улетела так далеко, что пришлось ему за ней отправиться в дремучий лес. Там, посреди широкой поляны, царевич увидел стрелу, торчащую из земли. Рядом с ней сидела девушка невиданной красоты, одетая в лохмотье. «Кто ты?» — спросил царевич. Девушка молчала. «Как тебя зовут?» Девушка улыбнулась, но ничего не ответила. Тогда Данила вытащил из земли стрелу и сказал. «Я сын царя, царевич Данил. По воле отца я должен взять себе в жены девушку, рядом с которой упала моя стрела. Не беда, что ты живешь в лесу и у тебя ничего нет. Я буду рад взять тебя в жены. Ты согласна?» Глаза у девушки просияли от счастья. Она кивнула и дала Даниле руку. Теперь у каждого царевича была невеста. И царь сыграл сразу три свадьбы. Все три сына были счастливы, но жили по-разному. Старший сын и средний сын жили при дворе и целыми днями пировали и веселились. А младший почти не показывался на глаза царю и его придворным. Он так сильно любил свою жену, что никогда не расставался с ней. Это огорчало царя, потому что Данила был его любимым сыном. И придворные не взлюбили жену молодого царевича за ее нелюбимость. «Почему она всегда молчит?» – спрашивали они. «Потому что ненавидит нас», – отвечали другие. «Вот увидите, добром это не кончится». А некоторые даже уверяли, что жена царевича Данилы – лесная колдунья, и надо от нее избавиться. Однажды царь встретил девушку в саду и поздоровался с ней. Девушка поклонилась, но не проронила ни слова. «Почему ты молчишь?» – спросил царь. Жена Данилы ничего не ответила. «Отвечай, приказываю!» – рассердился царь. Девушка вздрогнула и подняла глаза. Они были полны слез, тогда царь взял ее за руку и ласково произнес. «Завтра во дворце будет великий праздник, и мы с тобой вместе откроем бал». На следующий день все придворные собрались в огромном зале. Все приветствовали царя и его старших сыновей с женами. Но когда появилась жена младшего сына Данилы, в зале воцарилась мертвая тишина. Никто не смотрел на ее драгоценности. Все смотрели на принцессу, пораженные ее красотой. А царь взял ее за руку и спросил. «Дочь моя, ты позволишь мне пригласить тебя на танец и открыть бал?» И впервые все услышали голос принцессы. «Буду рада, Ваше Величество!» И лицо ее озарила такая чудесная улыбка, что все вокруг тоже заулыбались. Казалось, весь дворец осветился ярким солнцем, и по рядам пробежал шепот. «Она говорит, она говорит! Как она прекрасна!» Тогда Данила повернулся к придворным и сказал. «Моя жена – королевская дочь. Ее отец умер, когда она была маленькой девочкой. И брат короля решил избавиться от нее, чтобы захватить трон и стать королем. Он приказал отвезти ее в лес и бросить там на погибель. От горя и одиночества она потеряла дар речи. Казалось, навсегда. Но она полюбила меня, и сегодня любовь вернула ей речь. Тут все придворные окружили красавицу-принцессу, радуясь ее счастью. А царь крепко обнял младшего сына и сказал. «Сын мой, ты проявил мудрость и терпение, и ты способен на большую любовь. Этого достаточно, чтобы управлять страной и народом. Отныне ты, мой наследник, и займешь царский трон после моей смерти». И все придворные почтительно склонили головы, довольные царским выбором. Вот такая интересная, друзья, история. Я благодарю вас за просмотр. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал Читайка. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok